Создать женскую футбольную команду и построить новый стадион планируют в Новосибирске. Но это долгосрочные перспективы. Сейчас клубу, который представляет наш город в профессиональной футбольной лиге, нужно подготовиться к новому сезону. Задача амбициозная, выход в ФНЛ, вторую по значимости лигу в России. Продолжит тему Михаил Якимов. Новосибирские футболисты закончили чемпионат на втором месте в восточной зоне профессиональной футбольной лиги. Решение о досрочном прекращении турнира из-за пандемии коронавируса в Российском футбольном союзе приняли на прошлой неделе. Сергей Кирсанов, назначенный главным тренером ФК Новосибирск в самом начале года, подготовил команду на учебно-тренировочных сборах. Но так ни разу и не вывел на поле ни в одном официальном матче. У него контракт заканчивается, он был на 4 месяца, мы продлеваем контракт до конца года. Ему поручено, вчера мы буквально, мы воскресенье встречались, вчера встречались. Поручено сейчас как раз подбирать игроков, определиться своим штабом, кто у него будет работать, в том числе начиная от массажистов, врача и помощников. Основных игроков в клубе планируют сохранить. Тренер уже работал с ними на сборах. Полностью закончить формирование состава можно будет только после того, как станет известна дата начала нового футбольного сезона и соперники. Ближайшие домашние матчи здесь, на стадионе «Спартак» футбольный клуб «Новосибирск» проведет уже в новом сезоне, а это значит не раньше, чем в августе. Возможно, даже их придется сыграть при пустых трибунах, хотя руководство надеется, что болельщики к тому времени уже смогут посещать большие спортивные состязания. Изменится и формат ПФЛ, а это значит, что предстоящие соперники в основном команды из западной части нашей страны, а не из восточной, как это было в прошлом сезоне. Турнира в зоне «Восток» больше не будет. Омский Иртыш, как победитель чемпионата, отправится на повышение ФНЛ, а остальные пять клубов распределят в четыре группы. Против кого будет играть «Новосибирск» пока неизвестно, но соперников точно будет не пять, а полтора десятка. Турнир станет интереснее, но и конкуренция выше. На новый сезон задачи у команды прежние. Под задачу выхода возвращения ФНЛ, ей сохранили бюджет в 250 миллионов рублей, он не поменялся, он изменился, я не буду, незначительно, незначительно. Поэтому, собственно говоря, мы уверенно сегодня говорим, что команда достойно должна исполнять задачу выхода. Игроки уже готовы приступить к тренировкам. Ждут официального разрешения. В Новосибирске намерены в ближайшее время добиться возобновления тренировок не только для профессионалов, но и для юных воспитанников Академии клуба. И получить разрешение проводить местные любительские и детские чемпионаты. Михаил Якимов, Денис Савинский, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok